Привет, с вами Виновь, мы Александр Кузьменко, Максим Еремеев, это, по-моему, был Игорь Асанов. А это все-таки Антон Ловитов. Да. И мы все еще в Мос-Анчелесе, где закончилась Е3 2014, самая важная игровая выставка планеты, где представляют самые новые игры, которые мы все посмотрели и выбрали самые лучшие. Сегодня же мы расскажем о тех издателях, которые были на этой Е3, в которых, ну, может быть, не десятки игр, но как минимум одна-две любопытные все-таки есть. Ни одна выставка Е3 не обходится без новой части Call of Duty. И Е3 2014 не стала исключением. Помимо своего флагманского проекта, Activision привезли на выставку амбициозный онлайновый шутер Destiny, а Konami показали получасовую геймплейную презентацию пятой части Metal Gear Solid. Но, пожалуй, одна из самых интересных демонстраций была у Sega. На стенде издательства можно было сыграть Alien Isolation, которая пока выглядит лучшей игрой во вселенной Чужих. Перепробовав все возможные исторические и современные декорации, место действия Call of Duty окончательно перенесли в будущее. На дворе — 2054 год. Научно-технический прогресс достиг невиданных высот, а мира на Земле по-прежнему не видать. Планета оказалась во власти частных военных корпораций, ведущих между собой бесконечную войну. В распоряжении игрока будет целый арсенал футуристического оружия — от экзоскелетов и лазерных пушек до любимых всеми джет-паков. Кроме того, в игре наконец-то появится разрушаемое окружение, а сюжетную кампанию можно будет проходить в кооперативе. Call of Duty — это не тот сериал, от которого ждешь каких-то откровений, каких-то инноваций, какого-то нового слова в геймплей. Просто раз в год Activision приглашает всех на такой аттракцион, в котором суть раз от раза не меняется, просто каждый раз появляется какая-то новая тема у этого аттракциона. Например, холодная война или Вторая мировая война или современные антитеррористические операции. В этом году разработчикам, возможно, удалось и то, и другое. То есть они и приготовили вот этот самый аттракцион, этот самый новый контент, новый сеттинг, новые обстоятельства, в которых будет находиться игрок и главный герой. А с другой добавили в игру довольно много вещей, которые, как мне кажется, серьезно повлияют на геймплей и в одиночном, и особенно даже в многопользовательском режиме. Начиная от винтовки, которая может на 3D-принтере печатать сама себе патроны прямо на поле боя, заканчивая экзоскелетом. Просто по-настоящему неоценимым инструментом в игре он и помогает вам самому сражаться, делает вас более мобильным, более сильным, и помогает разработчикам игры делать ее более зрелищной. Потому что, в общем, когда вы, ваши противники, можете без проблем запрыгнуть на огромный автобус одним прыжком, все смотрится немножечко по-другому. Понятно, что в одиночных миссиях все вот эти вот силы, которые дарит своему владельцу экзоскелет, они используются просто по скриптам. И поэтому очень-очень интересно посмотреть, как все эти способности, прыжки, это сверхсила и даже невидимость, потому что экзоскелеты оснащены оптическим камуфляжем, как вот это вот все будет использоваться в онлайновых матчах. Как и всякое другое оборудование, например, совершенно гениально, как мне кажется, сделанные гранаты, в игре существует только одна разновидность гранат, собственно говоря, которая может работать в разных режимах. И в зависимости от того, в какой режим вы его переключите, она может, например, просто испустить импульс, который будет некоторое время подсвечивать ваших врагов сквозь стены. Может, после того, как вы бросите зависнуть в воздухе, автоматически навестись на ближайшего врага и просить его просто прицельно взорваться прямо ему в лицо. Что касается сингла, то про Advanced Warfare пока сложно что-то определённое сказать. Из тех двух миссий, которые мы видели на И-3, понятно только, что это будет классический Call of Duty. Все миссии будут построены по уже понятным схемам. Даже, честно говоря, вот эти вот большие крупные постановочные моменты, которыми так славится Call of Duty, когда что-нибудь рушится, когда ядерный взрыв, что-нибудь в таком духе. В Advanced Warfare, по крайней мере, опять же, в тех ее частях, которые мы видели, очень легко предсказать, что произойдёт дальше. То есть, если у вас миссия начинается на мосту Золотые ворота в Сан-Франциско, то к ее концу от моста ничего не останется, и вы в этом во всем будете принимать непосредственное участие. Второй игрой Activision на выставке была Destiny. Это многопользовательский шутер от создателей Halo, который уже стал одной из самых дорогих игр в истории. На его разработку и раскрутку потрачено более 500 миллионов долларов. Издатель надеется, что Destiny станет для него новым World of Warcraft и будет кормить компанию на протяжении многих лет. Те, кто уже поиграл в бета-версию игры на PlayStation 4, утверждают, что ожидания оправданы, и после выхода Destiny обязательно совершит революцию в онлайновом жанре. Проверить это можно будет уже совсем скоро. Выход игры назначен на сентябрь. Alien Isolation – атмосферный survival horror во вселенной чужих. Игра создается студией Creative Assembly, до этого работавшей над стратегиями из серии Total War. Несмотря на кажущееся отсутствие у разработчиков опыта в жанре ужасов, Alien Isolation выглядит интригующе. В игре всего один, но очень мощный чужой, который будет охотиться на героиню Аманду Рипли. Кстати, Аманда – дочь той самой Эллен Рипли, которую все помнят по фильмам про чужих. Alien Isolation мне довелось посмотреть еще до E3 в Москве, но на E3 показали расширенная демо, посвященная несколько другим эпизодам игры и тем, которых я не видел. И, ну, надо сказать, она меня оставила еще более напуганным, чем после первой встречи. Alien Isolation действительно очень-очень жуткая игра. И в первую очередь благодаря, собственно говоря, чужому. Единственному чужому ксеноморфу, которого вы увидите за всю игру. И разработчики подчеркивают это сами, и любой, кто поглядит видео из игры или поиграет, например, здесь на выставке, увидит, что действительно чужой, он ведет себя практически непредсказуемо. Он осматривает разные помещения, когда он ищет главную героиню или каких-то других персонажей. Он охотится, никогда нельзя точно знать, откуда именно он появится в следующий момент, поэтому очень важно все время пользоваться датчиком движения классическим, который появлялся еще в фильмах, который очень активно используется в игре. Кроме того, разработчики, наконец, показали других персонажей, которые будут противостоять главной героине. Это, во-первых, выжившие обитатели станции, на которой происходят действия, а во-вторых, синтетики, андроиды. Ну, с выжившими более-менее все понятно, это такие несчастные люди, которых осталось очень немного, они буквально чудом остались живых, теперь пытаются как-то не умереть на практически уже погибшей космической станции. А вот синтетики гораздо более интересная тема. Я видел, как, по крайней мере, просыпается один из них, довольно жуткое дело, потому что когда пытаешься с этим синтетиком как-то подраться, пытаешься от него избавиться, выясняется, что он не то чтобы не уничтожен, но очень крепкий. В него стреляешь, его жжешь огнеметом, он все равно продолжает на тебя идти, переть, хватает тебя за горло, ты как-то с трудом разжимаешь эти пальцы синтетически. Реально очень-очень напряженный момент, даже, наверное, не менее напряженный, чем вот эти вот прятки с чужим, когда нужно прятаться в разные шкафы, под кровати и так далее. Отлично, реально прекрасно проработан натураж в игре, это было заметно еще, в общем-то, с первой демо, сейчас стало окончательно понятно. Вся вот эта вот лоу-фай фантастика, все вот эти вот компьютеры с огромными механическими кнопками, мониторы с каким-то совершенно чудовищным разрешением в 3,5 пикселя, в далеком-далеком будущем, где люди уже на другие звезды летают. Вот это вот все, вся эта атмосфера будущего, как его видели в 70-х, она воссоздана просто потрясающе, я, в общем-то, уже об этом говорил, не устану повторять. На картинку даже наложен как будто бы такой специальный светофильтр, который даже особо в глаза не бросается, но меняет ее вот как раз вот таким образом, чтобы игра была похожа на оригинальный фильм. Я, честно говоря, даже не знаю, пока буду ли я сам играть в Alien Isolation, потому что это очень-очень страшная игра, стремно даже смотреть, как другие играют, а не то, что играть самому. Но, с другой стороны, я думаю, это лишнее доказательство того, что разработчикам удалось создать по-настоящему прям дикий, лютый хоррор, который, я уверен, понравится всем фанатам жанра. Metal Gear Solid V Новый стелс-экшен японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Игроки уже смогли составить первые впечатления о пятой части благодаря вышедшему весной короткому прологу Ground Zeroes. Но полная версия игры, судя по Е3-демонстрации, будет здорово от него отличаться. Презентация МГС-5 на Е3-2014 несколько оттолкнула меня от этого проекта. Мне безумно понравился Metal Gear Solid V Ground Zeroes. Я считаю, что это вот такой набросок стелс-экшена будущего, в котором действительно есть настоящая песочница, которая работает. И вот в этом плане как раз полноценный МГС-5 Phantom Pain меня несколько расстроил, потому что Хидео Кодзима почему-то начал в основную игру вносить элементы своих портативных Metal Gear Solidов. Здесь нужно также, как в Peace Walker менеджере, здоровенную Mother Base, ну или как в X-Comic, кому как-то нравится. Нанимать туда персонал, менеджерить его, проводить исследования, и все это потом как-то отражается на основном геймплее. И проблема на самом деле не в этом, а в том, что для всего вот этого развития базы нужно добывать ресурсы. И Кодзима не придумал ничего лучше, чем всю модель вот добычи ресурсов взять вот из портативной игры, а там она была очень смешная. Снэйк там бегал по полю, мушил охранников, после чего подвязывал их на такой воздушный шарик, отправлял в воздух, и там их забирал, в общем-то, самолет. Эта система на самом деле существует в реальной жизни, Phantom Recovery System называется, и спецназ пользуется. Но суть в том, что ты в МГСе этой системой пользуешься реально каждые три секунды, и выглядит это дико комично, бегает такой спецназовец по уровню, всех мочит, глушит, после чего подвязывает на шарик и отправляет. Даже джипы и, в общем-то, стационарное зенитное орудие. Кто-нибудь, снимите меня! С одной стороны, понятно, что он пытался сделать на этом механику, ты все вот это отправляешь на базу, улетел на стационарный турель на шарике, ты ее поставил у себя на базе, сидишь довольный. На базу при этом могут напасть, ее нужно отбивать, там еще как-то мультиплеер с этим будет завязан. Ну, то есть, глобальная концепция понятна, но почему, блин, так комично это все сделали, я не очень понимаю. В МГС всегда были шуточки, да, юмор, там восклицательные знаки у охранников, но вот это меня не так парило, как этот долганный шарик, вот он просто раздражает. Ну, а в остальном МГС 5, это действительно попытка сделать нечто новое в жанре стелс-экшенов. Это игра в открытом мире, где ты куда угодно бежишь, где патрули постоянно меняют свои направления, где солдаты проводят перекличку, уходят спать. Фантастический момент презентации был, где он вышел на какую-то, в Афганистане, на советскую базу, на горе, там, залег, посмотрел на нее, видит очень много охраны, закурил сигарету, после этого начинается так очень быстро проматываться время, и ты можешь открыть карту и смотреть, как в этот момент двигаются патрули, ну, то есть на ускоренной перемотке, и подобрать, соответственно, оптимальное время, когда большинство солдат спит, например, и зайти с той стороны, которая меньше всего охраняется. То есть вот это вот безумно круто. Те, кто играл в Граундзирус, знают, что там действительно очень крутая живая песочница, совсем что вот связано с поведением солдат. Действительно интересно вот прокрадываться везде, там, очень много путей. В общем, в целом, эта концепция МГС-5 мне безумно нравится, но вот эта вот тема с шариками, которую вернули, ее не было в Граундзирус, она меня дико раздражает, и очень сильно рушит традиционно реалистичное ощущение МГС-а. То есть в МГС-е очень крутой баланс был, там всегда были элементы фантастики, были даже какие-нибудь супертвари мутировавшие, но при этом присутствовало общее ощущение реалистичности игры, и вот сейчас на наших глазах оно теряется. Очень жаль, что с Хидео Кадимой я встречался до презентации, до того, как ее увидел, иначе я бы ему сказал, блин, пару мазков, все, что я об этом думаю. На этом все. Встретимся в следующей части нашего репортажа с Е3 2014. В прошлых выпусках мы уже отдельно рассказывали вам отдельно для игр... Подождите, не ненадмелись под это. А сейчас мы... Все-таки Activision будет еще такое? Давай-ка. Давай. Просто скажем про мультиплатформенные игры. Не надо, все, не запутывай. Ты умираешь на ходу, Саша. Я все понял, не надо лезть под это. Я сам вижу, что плохо. Я тебя прессую, чтобы ты все повоспрял. Пинок тебе под жопу надо. Сыка, дам, под жопу. Поехали. Давай. Поехали. Воуааа. Продолжение следует...